Я вот Ира из Волгограда, я вот тут еще, тут у вас немножко в группе пою, а вообще-то я песни пишу. Жила у подружки, потом жила в какой-то малюсенькой-малюсенькой съемной квартирке, больше я себе ничего не могла позволить. То есть я пела подпевки, получала за это 50 долларов. Я помню, я вообще на рынке в Выхино одевалась. Твой папа для тебя был идеалом мужчины? Да. Доброта – это качество, которое перекрывает вообще все. Ты вот сильная женщина для меня, например. Да чего я вдруг сильная? Нет, ну, друзья, я же говорю для меня. Да не хочу, я вчера. Да не сопротивляйся, Ира. Я просто работающая женщина, я могу работать, это нормально. Ирина Дубцова, 38 лет, певица, поэтесса и композитор. Почему красивая, обаятельная, добрая и целеустремленная певица Ирина Дубцова до сих пор не может похвастаться успехами в любви? Любые отношения Дубцовой разбиваются в дребезги. Она развелась солистом группы «Плазма» Романом Черницыным при первых же трудностях, и даже общий ребенок не помог сохранить семью. Следующие серьезные отношения чуть не закончились фатально. Ирина попала в клинику с неврозом. Новый возлюбленный оказался настоящим тираном. А нервы исполнительницы изрядно потрепала его бывшая жена и 12-летняя дочь, которая периодически жила с ними. Немного придя в себя, певица встретила своего нового возлюбленного Константина. Но и тут ее ждало разочарование. Властный, уверенный в себе бизнесмен демонстрировал свое превосходство над Дубцовой. Пытался переделать ее под себя, сломить характер и подавить волю. Очередное разочарование в мужчине снова выбило певицу из душевного равновесия. И это очень сильно отразилось на ее творчестве. Теперь Ирина Дубцова хочет лишь одного – чтобы любимый мужчина принимал и любил ее такой, какая она есть. Ириша, дорогая, я, наверное, если бы я была журналистом, я должна была бы держать марку, быть беспестрастной. Я поскорю, моя любимая девочка, тебя очень рада видеть. Тебе не получится, я тоже тебя очень люблю, очень рада видеть. Главное, не забыть нам сейчас, что у нас идет съемка, и начать с тобой разговаривать, как мы обычно с тобой разговариваем. А вот пусть, может быть, так оно и лучше будет. Ты знаешь, когда ко мне приходят гости, я задаю первый вопрос, самый основной такой в нашей программе – почему я? Потому что каждый человек, столкнувшись с какой-то проблемой, жизненной ситуацией сложной, спрашивает себе, ну почему я-то? Ну за что мне это такое вообще? Да, спрашивала. Так и есть. Спрашивала. Очень часто спрашиваю. И что, нашла ответ на вопрос? Да нет, я думаю, человек какой-нибудь, который здесь сядет в это кресло и скажет тебе, что он знает ответ на этот вопрос, он слукавит, мне кажется. Потому что, ну, можно, конечно, так глобально, всем нам даются какие-то жизненные уроки, кто-то верит в какие-то перевоплощения души и прочее, и тянущиеся какие-то незавершенные истории с прошлых жизней, и так далее. Кто-то в это не верит. Вот кто в это не верит, те люди максимально задаются как раз вопросом, почему я. А те люди, которые, например, как я, да, я абсолютно убеждена в том, что душа наша живет не один раз. Ну, значит, что-то накосячило где-то в прошлой жизни, понимаешь? В этой приходится... Да, в этой приходится расхлебывать, совершенно верно. Я всегда оптимистично настроена, поэтому помимо плохого происходят еще хорошие вещи, которым тоже хочется сказать, как так вышло вообще, почему вообще это я, как так мне повезло. Вот, то есть мы про плохое. Нет, не обязательно, не обязательно, про хорошее тоже. Ну, задалась этим вопросом, ну, почему я? Ну, почему меня там, вот я такая избранная оказалась? Вот у меня есть моя публика, у меня есть возможность писать, реализовываться творчески. Ну, да, ты же тебе такой вопрос тоже задаешь. Да, потому что наверняка есть какой-то человек, который, глядя на тебя, например, на экране, да, или глядя на меня на экране, думает, почему не я? Да? А вот почему не я? А вот почему не я? И вот этот человек себя в этот момент чувствует, эта там дама некая, допустим, она думает, вот я, например, лучше пою вдруг, да? Да, такая умница красавица. Или я там лучше выгляжу, или я там моложе, или еще что-нибудь, почему не я? Ну, это же вообще такое дело, знаешь? Я не знаю, почему я. Почему я в своей профессии? Или почему я, когда со мной случаются какие-то неприятности? Я еще раз повторюсь, нет ответа на этот вопрос. Но все-таки, мне кажется, что мы можем объяснить, почему у тебя успех есть. Вот мне, например, понятно, почему он есть. Абсолютно. Песни про жизнь у меня великие девчонки. Песни про жизнь. Они очень иакренние. Да, девочки. Вот все это ты переживаешь, все просто пускаешь через себя. Это правда. И все, кто слушает твои песни, они думают, что это же про меня. Да. Ирка-то, она же про меня поет. И никто не думает, что я про себя. Простыми словами, которые складываются в стихи, я просто про то, что действительно происходит у каждой в жизни хотя бы раз. И из десяти человек у девяти точно была похожая история. Вот скажи, ты подтвердишь сейчас это или опровергнешь? Так. Я тебя воспринимаю как такой психотип, как драма-квин. Да или нет? Ну, возможно, если меня ассоциировать как вместе с моим творчеством, если меня сейчас разбирать как творческую единицу, то, наверное, да. А если мы сейчас будем с тобой говорить, как мы с тобой просто, да, ты меня знаешь с другой стороны. То есть я, наоборот, жизнерадостный человек. И как-то с драмой я у моих друзей, у людей, которые меня знают хорошо, с драмой я у них не ассоциируюсь. Даже если у меня на этот момент в душе, в жизни, в личной жизни происходит действительно какая-то драма. То есть не всегда, когда ты пишешь такие песни на разрыв, что у тебя в жизни... Нет, конечно, ты что? Конечно нет, конечно нет. Очень много песен моих про несчастную любовь, про какие-то разрушенные отношения, разбитое сердце, там что-то такое-такое. Было написано в период, когда я была абсолютно счастлива, в этот момент могла вообще под мышкой у любого мужчины лежать, и такая, о, там, верни мне надежду, понимаешь, скажи, что она не вместо, а просто между. А такого не происходит на самом деле. Мои песни далеко не всегда связаны с моими пережитыми какими-то эмоциями, или с теми эмоциями, которые я переживаю в данный момент, когда пишу. У нас некогда пережить ими. Конечно. Ну вот, все равно ты их так и не учишься. У меня есть пара историй, по которым я могу до сих пор писать песни. Слушай, хорошо. Да. А если бы их не было? Где бы ты материал такой взяла благодатный? Из жизни? Ну вот. О кино, о книге, о рассказах подружек. Все-таки не обязательно самой прямо. Нет, абсолютно точно, как у меня это происходит. То есть я еду в машине, например, да, и вижу просто какой-то рекламный щит. Например, там написано слово, я не знаю, зеркало на рекламном щите. И я такая, у меня так раз, что происходит внутри, я зеркало, я вокруг этого слова, у меня вот так вот, как снежный ком, собирается песня. У меня в голове уже мелодия, гармония. А про меня точка не для тебя нужна, да? Да. Что-то должно толкать тебя на утро. И потом, оказывается, когда я прихожу на студию, слова зеркало вообще нет в этой песне. Просто оно у меня вызвало какую-то ассоциацию, понимаешь, какую-то эмоцию вызвало это слово. Вот как-то так это происходит. Интересно. Скажите, пожалуйста, так немножко. Нет, на самом деле, это, в общем, совсем не странненько. То есть я не сажусь писать, я села и писала. Сейчас напишу хит. Сейчас я напишу хит. Нет. Напишу сейчас. Да. Такое тоже бывает, когда мне Ира, Ира, песню, мы ждем песню. Там кто-нибудь заказал песню, мы ждем песню. Я такая, блин, я же не написала до сих пор. И тогда же понимаю, что вот сейчас тот самый момент, надо сесть и уже написать эту песню. Но каждый раз, когда я понимаю, что я сижу и высасываю из пальца, я выбрасываю, я стираю. То есть оно либо пишется вот так раз, сразу, либо не пишется. Но порой в этих заметках в телефоне я нахожу какую-то одну строчку. Она даже не зарифована. И раз вокруг нее получается там, я не знаю, песня о Билану, например, которая сейчас там вообще просто во всех трендах Ютьюба и во всех каких-то парадах. Это, кстати, такая история с этой песней. Знаешь, это то, как бы я хотела, например, бы, чтобы обо мне пел мужчина. Так я пишу мужские песни. То есть как бы я, вот, хотелось бы мне, чтобы вот... Хороший подход. Да, вот я, например, его бросила, а устрадает. Я не знаю, не помню, вернее, рассказывала я тебе или нет, где я тебя впервые увидела. Это был какой-то концерт. Слушайте, живем? Да, мы в зале были с Игорем Матвиенко вместе. И вы пели со своим коллективом. А, еще группа девочки? Девочки, группа девочки. А ты что, 99-й год. А Игорь все говорит, ну, посмотри, вот девчонки все, ну, хорошие девчонки. Ну, вот, обратите внимание, вот эта вот самая, самая крутая. Она лучше всех поет, так она еще и песни сама пишет. И потом прошло какое-то время, ты появляешься на фабрике звезд. И говорит, так вот та самая. Когда я выиграла эту фабрику, он мне за кулисами подходит и говорит, Дубцова, что ты молчала, что ты песни пишешь? Дура. Я говорю, как я вам могла, Игорь Игоревич Матвиенко, хитмейкер номер один в стране на тот момент, да? Как я, говорю, могла вам сказать, Игорь Игоревич, вы знаете, я вот Ира из Волгограда, я вот тут еще у вас немножко в группе пою, а вообще-то я песни пишу. А в группе ты свои песни не пела, что ли? Нет, конечно. Как интересно. Я их не то, что не пела, я их даже не показывала, но я их продолжала писать. А ты потом, ты их использовала, эти песни? Или так многие остались за бордом? Знаешь, какие-то были проданы, потому что после того, как в промежутке, когда я ушла из группы девочки и еще не пришла на фабрику, это был такой, пожалуй, один из самых прекрасных периодов в моей жизни, уже творческой жизни в Москве, и один из самых тяжелых в плане финансов. Но мы вот с теми моими друзьями, с которыми я в этом периоде находилась, мы вспоминаем это абсолютно безденежное время, абсолютно время, когда было непонятно ничего, что будет дальше, где я буду работать и так далее, как я буду зарабатывать деньги, то есть как будет дальше складываться моя карьера. Я вспоминаю все равно со своими друзьями это время как самое прекрасное. Я жила тогда, знаешь, как я приходила на студию, на нашу Ви-саун, я садилась, делала какие-то наброски своих песен, то есть мне там ребята-арранжировщики что-то там, набросочки какие-то делали, я их параллельно писала, и через пять минут я шла в студию и записывала бэк-вокал артистам, которые на тот момент были большими звездами. То есть я пела подпевки, и получала за это 50 долларов. Школа хорошая, кстати. Да, жила у подружки, потом жила в какой-то малюсенькой-малюсенькой съемной квартирке, больше я себе ничего не могла позволить. Родители мне умудрялись какие-то там последние деньги присылать. Но, и при всем при этом, я все равно с подружками в самом модном кафе на тот момент, на Белорусской, Москва, Берлин, у нас хватало прийти попить чайку. И мы садились с моей подругой вдвоем, я песни писала, села, она стихи села писала, а я, то есть уже с музыкой в голове, что у нас были влюбленности, какие-то там женихи с нами, это модное место было такое, какие-то женихи с нами знакомились. Не было денег ни на одежду модную, ни на что. Но мы как-то вот, я помню, вообще на рынке в Выхино одевался. И ты знаешь, никто бы никогда не подумал. Женщина со вкусом способна сделать из... Да. В общем. Да. Когда тебя родители поддерживали в тех начинаниях? Всегда. Верили в тебя, да? Слушай, меня папа в 17 лет отпустил в Москву. Конечно, папа музыкант, он из музыкальной джазовой тусовки. Он знал Преснякова-старшего, там, Бутмана. Он их знал лично, и он спрашивал, а можно к Матвиенко отпускать? А вот какой он человек? А что, все-таки ребенок, девочка? И когда все ему дружно сказали, что Матвей просто, ну... Ой, ну да. Человек-человечник, и к ней будут относиться как к ребенку, и так и было. Мне звонила днем, я жила рядом, они меня поселили в квартиру, рядом с продюсовским центром. И мне звонила днем администратор и говорила, Ира, обедать. Там у них работала повар-женщина, да, и они следили за тем, чтобы я поела суп. То есть я была дитё. Ну нет, я ментально, конечно, была очень взрослая. Ира, ты всегда говоришь, что твой папа был для тебя и остаётся идеалом мужчины. Абсолютно точно. Расскажи. Ты знаешь, он для меня, у меня когда-то спрашивают, это же часто задаваемый вопрос, да, у всех журналистов, расскажите, какие качества у мужчины для вас самые главные. Доброта. Вот мой папа был невероятно добрым человеком. Добрым до такой степени, что люди, которые его окружали, не такие добрые, как он, практически этим пользовались. Он это знал, просто он был таким человеком по натуре. Он мог посреди ночи подорваться, завести машину и поехать, отвозить какую-нибудь посылку куда-нибудь, чтобы поставить на проходящий поезд, который стоит 30 секунд, едет через Волгоград, каким-нибудь знакомым, знакомым, знакомым. И так было всегда. И когда мы его хоронили здесь, в Москве, потому что мы все здесь живём, мне, естественно, было принято решение, что он будет здесь рядом с нами. Какое-то было невероятное количество автобусов, сколько народу прилетело из Волгограда, сколько московских его друзей, коллег и музыкантов. Был потрясающий человек, как раз совмещающий в себе три самых главных мужских качества. Первое, на первом месте, для меня так всегда, было, есть и будет, это доброта. Второе, это снисходительность к женщине. Мы капризные, мы бываем, у нас меняется настроение и так далее, и так далее. Это очень важно. И, конечно же, чувство юмора. Это три таких важнейших качества, которыми обладал мой папа, поэтому он просто не может не быть моим идеалом. Скажи, ну вот у тебя такой был высокий идеал. А кто-нибудь из твоих мужчин этому идеалу соответствовал? Нет. Нет, к сожалению, нет. Но я не могу сказать, что я ищу прям какое-то подобие похожего человека. Такие люди бывают редко. Не потому, что он мой папа, я его сейчас хвалю. Он действительно был очень хорошим человеком. То есть вот душевным, хорошим, безотказным, пусть даже иногда это было зря, с другой стороны, ничего не зря. Он же получил в этот момент удовольствие, когда он кому-то помог. Я знаю, что он в этот момент был доволен. Когда он делал что-то хорошее, он не ждал ничего взамен. Я это от него переняла, и за это мне прилетает, ты не представляешь, ты не представляешь, сколько раз мне прилетало за это. То есть очень часто, к сожалению, бывали в моей жизни такие ситуации, когда люди, которые... Другой бы человек на моем месте сказал, там, да, она мне обязана вообще тем, тем, тем и тем. А так и есть, по сути. Но я даже этого слова в мысли своей не допускаю. То есть люди отходили или даже уходили нехорошо, с претензией какой-то, знаешь, с негативищем. Не с негативом, а с негативищем. И это были именно те люди, которым когда-то что-то я от всей души, вот Бог свидетель, что-то как-то помогла, подсказала, я не знаю, что-то сделала. И я все равно не жалею, что у меня это качество есть, оно у меня абсолютно точно от папы. И я вижу это в своем сыне. А мой сын успел получить от деда вот его, немножко его воспитания, его энергетики, я в нем это вижу. Это прекрасные черты характера, которыми, безусловно, люди пользуются. Безусловно. Но, с другой стороны, мне кажется, позитивного от этого все равно больше. Конечно. А есть сейчас кто-то в твоем окружении, кому бы ты могла обратиться за советом? Я понимаю, что ты сильная, сама все знаешь. Проблема, знаешь, какая, что про меня так думают. Почему так про меня думают? Я буквально вчера была в компании своих друзей, мужчин в том числе. То есть ты не произведешь впечатление слабой? Да, вот мы вчера это обсуждали, я вчера аж психовала, ты не представляешь. Я говорю, да что ж такое? Ну, они мне что-то перечисляют. Вот ты, там ты живешь, там ты так-то выглядишь, что-то у тебя там машина такая-сякая. Я говорю, слушай, господи боже мой. То есть, значит, возникает сразу первая мысль, есть мужик. А мужика нет. Дело не в машинах. Понимаешь? Это не в антураже. Это в тебе, в твоей энергии. Понимаешь? Ну, ты сильная. Ну, если я все отвечаю сама, что мне сделать? Да, ну, понятно. Где? Ну, я бы рада, что вы все понимаете, за что-нибудь поотвечал бы мне. Ну, так вот как-то сложилось, так повелось. Ты же меня знаешь. А ты хочешь, чтобы был рядом с тобой кто-то, кто сильнее тебя? Я хочу, чтобы у меня рядом был друг, человек, который даст совет, который, конечно, там поможет. Мужчина в любом случае должен быть сильнее. Я не потерплю рядом с собой слабого человека. Ну, конечно. Я просто не смогу. То есть, я не смогу не потому, что он слабый, он мне не нужен. Я просто, ну, даже эмоционально, психологически не смогу. Нет, это невозможно. Я вот как-то не встречаю. Влюбляюсь в какой-то образ, додумываю сама так, как творческий человек, какие-то качества какому-то человеку. Влепилась в том, что было, что было, то и полюбила. Твой первый брак, отношения с мужем. Что он был сильнее тебя. Вот почему как-то вот так зацепило тебя и даже вот ты вышла замуж? Это вообще не объяснимая история. Мне кажется, у нас должен был родиться наш сын. Но мы как были друзьями до того, как мы начали встречаться, и вдруг между нами на ровном месте, на каком-то, да, то есть я его вообще не... Рома, прости меня, если ты посмотришь. То есть у Ромки были какие-то попытки там подкатить, там, чего-то там, замутить. Вот. А я как-то вот не воспринимала его почему-то. Вот он как был моим приятелем, да, потом уже стал другом. Вот. Такое у меня было отношение. А потом что-то перещелкнуло. Мне кажется, это откуда-то оттуда. Это все-таки судьба. У нас прекрасный сын. И мы, разойдясь, то есть мы сохранили... Не то, что сохранили, у нас отношения на другой качестве, на новый уровень вышли. То есть по жизни вот все-таки друзья. Мы вместе жить невозможно. Мы абсолютно разные люди. Скажи, сейчас я ему звоню и говорю, Рома, вот мне там такое-то, такое-то там какое-нибудь там, меня интересует. Говорю, написал там такую-то, такую-то смс. А что он имел в виду? Мне скажи, как мужик. Вот я у него спрашиваю. Он, а у меня там кто-то, кто-то. Бу-бу-бу. Серьезно? То есть я у него спрашиваю, каких-то советов. Такие у нас отношения. Мы абсолютные друзья. И более того, спустя там тысячу лет, после того, как мы разошлись, нас не связывают никакие сексуальные отношения. Абсолютно. Но я с удовольствием с ним обнимаюсь, как с родным человеком. Родственники. То есть мы можем пообниматься. Родственники. Мы можем пообниматься. Я даже на коленках могу посидеть. Вот так со стороны кто-нибудь посмотрит, скажет, ага, они там что-нибудь, у них там что-то там происходит. Ничего. Мы реально родственники. Скажи, пожалуйста, вот так гладко все было. И после развода вы общались. Нет, был период, он меня долго не мог простить, что я ушла. Ушла-то я от Ромы. Он, конечно, полгода где-то на меня злился и пытался меня вернуть. Это не секрет. Вот. Но я была непоколебима. Потом я еще встретила другого человека. И как-то и он тоже встретил девушку спустя время. И мы задружили все вместе. То есть я задружила с его девушкой. То есть я дружу уже даже с теми девушками, общаясь с которыми он расстался. Понимаешь? Слушай, кто-нибудь так послушает, скажет, какие-то вообще странные люди. На самом деле ничего странного нет. Наверное, мы такие люди. Потому что мне очень часто задают вопрос, как вы сохранили, как вот Ирина посоветуйте, как сохранить. Да я не знаю, как сохранить отношения после развода. Мне кажется, должно что-то совпасть. Мне кажется, должны эти люди, два человека, которые разошлись, да, тем более, если есть ребенок, обладать какими-то чертами характера изначально. Невозможно пойти к психологу и стать другим человеком, когда тебе 30 с лишним лет, да, или там уже под 40 лет, или там за 40 лет. Ну, то есть это невозможно. Личность сформировывается гораздо-гораздо раньше. То есть я уже в сыне в своем вижу, что ему там 14 лет, а я вижу, что он по большому счету, плюс-минус, там что-то уже понятно. Конечно, люди, если они, в принципе, от природы, там женщина-скандалистка, например, а мужчина там кулаком по столу стучит или, не дай бог, не по столу. Они не найдут общий язык после развода, тем более, если есть какой-то повод. Если есть какой-то повод, там, не дай бог, измена или что-то там, или люди же по разным причинам расстаются. Скажи, ну, когда вы жили вместе, ну, не все же было гладко, что-то он тебя там мучил по поводу веса, что-то ему там не нравилось. Ну, это после беременности. Я помню, у меня пролактин поднялся после родов, что бывает с каждой второй женщиной, если не с каждой первой. Вот, я выпила какую-то таблетку, мне врач дал, и через две недели я была на минус 12 килограмм. У меня вообще такой организм очень странный. То есть я могу ничего не есть, ничего не пить, и на нервной почве отечь, то есть вообще просто на нервной почве. Просто создается отек, и на вид у людей будет ощущение, что я просто плюс 5. Мы однажды проверили, вот недавно. Мы проверили, я понервничала, и на весах было плюс 4 килограмма. За два часа это произошло. Вода. Ничего себе. Нет, ну это были его какие-то... Он таким образом пытался меня стимулировать, чтобы, я не знаю, там, может быть, пошла в спортзал. Мужики не понимают, что выносить ребенка, родить ребенка – это стресс. Это стресс. То есть, естественно, я сама понимала, что я там не в форме в этот момент. Но ты нормально реагировала на его такие? Нет, ты что? Я переживала страшно. И я в этот момент думала, блин, я не в форме, зачем он мне напомнил? Наверное, он меня там разглядывает и что-то видит не то. И я еще больше туда себя загоняла, и еще больше мне не удавалось похудеть. Потому что я отношусь к такому типу людей, у нас два типа, и это факт абсолютно, 50 на 50. А один человек на стрессе худеет, даже если он ест, а другой человек на стрессе поправляется, даже если он ничего не ест. Это прям закон. И я вот этим вот еще загоняла себя сама еще больше и больше и больше. Миллион раз мы эту тему обсудили, он миллион раз сказал, что он неправ. Он пытался таким образом стивили. Просто жесткий подход ко мне не подходит. Я понимаю, что это старая история, что тебе не хочется говорить, но это все равно, это твоя судьба, это твой характер, это твоя реакция на определенные вещи. Мне вот интересно, вот сейчас, например, если бы тебе кто-то что-то стал говорить, ну, понимаешь, мне там вот это не нравится, мне там то не нравится. До свидания. До свидания. Всего доброго, приятного познакомиться. До этого даже не дойдет. Давайте больше скажу. То есть до этого даже не дойдет. Я пойму заранее, попытается ли этот тот или иной человек меня воспитывать или нет. Да. Вот, я считаю, что меня воспитали мои родители, воспитали меня тем человеком, которым я являюсь. И вообще я считаю, что если мужчина любит женщину, он любит ее такой, какая она есть. В моей жизни на горизонте вот проходила парадная, не буду называть их имена, девушка хорошая, говорит, я на ней женюсь, знаешь, только у нее нос длинноват. Она пошла, подрезала себе нос. Женилась? Женщина. Я думаю, что мне кто-то еще сказал? Божечки. Нос отрезает. Да шел бы ты лесом, хочется сказать, слушай. Конечно. Ну нормально, да? Да нет, мужчина вообще, это же доказано. И мужчина, и женщина при знакомстве видят друг друга в плане внешности, красоты, каких-то там частей тела ровно три минуты. Конечно. Все. А потом уже, потом уже человек либо запал, либо не запал. Как тебе кажется, чего от нас хотят мужчины-то? Какими они нас хотят видеть? Мне кажется, все люди в глубине души признаются, не признаются, неважно, хотят одного и того, что они хотят быть счастливыми. Но они хотят быть счастливыми, они хотят быть спокойными. Они не хотят никакой драмы, не хотят никаких выяснений отношений. То есть все отношения какие-то на жить на пороховой бочке, это тоже не очень правильно. Это тоже, мне кажется, не то, чего хотят. Либо это какая-то форма отклонения какого-то, мне кажется, чуть-чуть. Что тебя делает счастливой? Ты знаешь, я такой человек, я к счастью отношусь как к сиюминутному чувству и ощущению. То есть я открыла глаза, мне надо еще в кровати чашку кофе. Не всегда это возможно. Но если эта чашка кофе у меня есть, я счастлива в этот момент. Даже если я знаю, что у меня будет тяжелый день, у меня будет, например, перелет, потом концерт, а после концерта переезд на машине, там, 500 километров, ты знаешь, как это иногда бывает, ни сна, ни нормального, там, не привести себя в порядок, голову порой не успеваешь помыть, моешь сухим, брызгаешь сухим шампунем и так далее. То есть я понимаю, что у меня будет такой день, я знаю, что он будет тяжелый, но в момент, когда я пью этот кофе, даже если он в бумажном стаканчике, мне его принесли там откуда-то на забравке купленной, я не знаю, по дороге, на трассе, понимаешь, я счастлива в этот момент. И таких моментов у нас в каждом дне, даже в самом, елки-палки, негативном, они все равно есть. Я не знаю, пришла домой, вот был плохой день, например, я сняла туфли с себя, я наступила голой ногой на прохладный пол дома, то я счастлива, я счастлива в этот момент. И, в общем, вот эти вот моменты счастья, там, ребенок мой, например, мне что-нибудь написал, а я раздражена в этот момент максимально. Я повторюсь, я очень, из-за того, что творческий человек, я эмоциональный человек. То есть я могу там, не знаю, там что-то как-то вот в эмоции свои проявлять, не скандалить, нет, я, кстати, не скандалистка абсолютно. Мне что-то сын сердечко прислал в этот момент, там маманчик напишет мне там, ты скоро приезжаешь домой? Я говорю, а чего? Он говорит, да ничего, соскучился. И все, и я в эту секунду счастлива, даже если это самый мерзкий день вообще в моей жизни. Поэтому абсолютно счастливых людей, я считаю, не бывает. Счастливый абсолютно человек, ну, не знаю, наверное, в психиатрической клинике лежит. Ты вот сильная женщина для меня, наверное. Да чего я вдруг сильная? Нет, ну, я же говорю, для меня. Да не хочу, я вчера спорила с мужчинами на тему того, что почему у меня такое клеймо. Нет, я просто работающая женщина, я могу работать, это нормально. А есть женщины, которые еще работают с 8 утра до 6 вечера, приходят еще домашнюю работу делать, у них нет домработницы. Ну, у тебя сильный характер. Ир, ну, не отпирайся. Я на всю страну призналась, что я на самом деле зайчик, и ухожу в уголок и плачу, вместо того, чтобы оставить при себе вот это вот. Ир, ну, все равно никто не поверит. Ну, ты сильная женщина. Ну, у тебя характер сильный. Ну, ты меня знаешь. Вот скажи мне, я сильная женщина. У тебя сильный характер, Ир. Ну, правда. Ну, какой-то, например, давай так вот. Какое-то решение в жизни, которое мне принять сложно, да, но его принять нужно, я могу. Это свидетельствует о том, что у меня сильный характер. Конечно. Ну, с этой стороны может быть. Конечно. Ты человек целеустремленный. Целеустремленный. Ну, вот это... Ну, слабый человек... Другие слова больше мне подходят. Слабый человек не может быть целеустремленным, потому что он споткнется при первом же препятствии. Он отдает в сторону. Я в каких-то моментах очень слабый человек. Я, например, до сих пор не научилась до конца говорить нет. Хотя я давно, я с этим борюсь, я над этим работаю. Я не умею. Я не умею. Я уже начинаю. Я не умею, я потом думаю, зачем я согласилась, почему я вообще, что я за дура такая? Начинаю вот это все... Это тебе сейчас папа говорит безотказный. Да. И это не отсутствие силы, Ир. Ну, не знаю, может быть я, может быть я сильный человек. Просто я же опять вернусь к тому, что я оптимистка. Даже если что-то плохое происходит, наверное, вот эта оптимистичная натура моя мне позволяет сказать, да блин, да нет, это надо сделать, это все можно, это все получится, да и фиг с ним, понимаешь? Кто для тебя сильная женщина? Ну, так, есть какой-то образ? Нет, ну, безусловно, для меня это женщины, которые чего-то добились, сделали карьеру, неважно, там, музыкальную или не музыкальную, вот, но я уверена, что когда рядом с нами находится мужчина, который сильнее, куда девается вся эта наша сила? И каждая женщина, даже самая сильная, даже самая успешная, даже женщина, построившая, я не знаю, какой-то невероятный бизнес, который приносит ей огромные доходы, какую-то корпорацию создавшая, она все равно с настоящим мужчиной превращается в девочку. Редактор субтитров А.Семкин